Сто асфальтовых дорог планируют привести в порядок в Кирове в ближайшие два года. Участки отремонтируют в рамках нацпроекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Свои пожелания по ремонту дорог могут высказать кировчане. Их предложения в администрации также пообещали учесть. Ульяна Ездакова решила посмотреть, в каком состоянии сейчас находятся некоторые из указанных в списке трасс. Участок дороги по улице Сурикова от Некрасова до Комсомольской только в этом году наша съемочная группа показывала трижды. Долгое время местные жители пытались добиться капитального ремонта трассы, которую дорогой-то сложно назвать. Кругом глубокие ямы и рытвины. Из бетонных плит, которые местные положили, чтобы хоть как-то проехать, торчит арматура. Зимой здесь непроходимая колея, осенью лужи и грязь. И вот, наконец, вопрос вроде бы сдвинулся с мертвой точки. Данный участок дороги включили в предварительный перечень ремонта трасс по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021-2022 года. Никому ничего не нужно. Сколько я здесь живу, 30 лет не делали никогда. И письмо постоянно писали, запросы писали, постоянно отвечали, что дороги нет, ее и не будет. И что у них заканчивается улица Сурикова на пересечении Некрасова, поэтому у нас дома, получается, в воздухе висят. Получается, что мы не ездим, мы летаем к дому. Всего в списке дорог, которые хотят привести в порядок, 58 грунтовок и 100 трасс с твердым покрытием. Попал в него и участок студенческого проезда от Воровского до Московской. Здесь запланирован капитальный ремонт. А пока вместо ровной дороги старые бетонные плиты. Прохожие пытаются обойти глубокие ямы и лужи. Автолюбители объехать торчащую из плит арматуру. Я езжу здесь каждый день, но все разбитое, потому что это уже лет, наверное, 20 такая дорога здесь. Очень ужасные дороги. Можно пасть даже без каблуков. Уже давно на каблуках обувь из-за этого не ношу. Ямы, колдобины, мы тут живем уже 18 лет, и у нас нисколько она не меняется. Нас никто ничего не делает, просто мы уже устали от этого. Наедешь на проволоку и проколешь по любому колесу. Чувство дежавю возникает и на улице Тургенева. Хотите здесь прогуляться, смело надевайте резиновые сапоги. Пешеходных дорожек нет, а вместо асфальта под ногами грязь, в перемешку с глиной и лужами. Видимо, поэтому улицу Тургенева вместе с пересекающими ее первым, вторым и третьим газетными переулками включили в предварительный список по ремонту дорог. На машине подвеска очень страдает из-за таких ям. Если честно, безобразная очень дорога. Как вообще приходится ходить? В сапогах резиновых. Вся собака приходит домой грязная. Ну и здесь, да, плохая дорога. Хотелось бы лучше. К слову, окончательный список дорог утвердят лишь после того, как пройдут публичное слушание. Они состоятся 12 ноября в администрации города. Любой кировчанин сможет туда прийти, конечно, в маске и перчатках, и выразить свое мнение. Кроме того, пожелания можно отправить на электронную почту природособака.адмкиров.ру либо позвонить по телефону 37-42-98. Ульяна Ездакова, Алексей Зверянов, Бюро новостей Давича.